С сих пор не можем договориться по числу эмоций. Существует огромное количество различных классификаций эмоций, и никто ни с кем не договорился. Почему так? Потому что описывают не фактические действия, которые происходят в мозге, а пытаются словами схватить, описать ситуацию. Ну, давайте я вам упишу. Я смотрел какое-то кино, там смешное говорили, значит. Значит, кандидатом является, руководитель государства является, значит, толстый, пьющий, постоянно курящий, врущий, там и прочий, 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 прочий субъект. А другой субъект, значит, четкий, системный, значит, книжку написал, там, все и так далее. Кого вы выберете? Ну, студенты говорят, ну, наверное, этого будем выбирать. А он приводил в пример Черчилля и Гитлера. Вот, два портрета. Черчилль, алкоголик. Вот словами описали, а чего вы увидели? Да ничего вы не увидели. Не надо словами описывать, надо понять, что происходит, понимаете? И задача факт-карт, она как раз вот этот языковой барьер проскочить. Вы проскочите, как ее Лакан называл, стену языка.